Третья тема. Третья тема это тема того, что вот сейчас вот начинается сезон и по радио-телевидению говорят, что растет уровень заболеваемости, а если вы второй мой рассказик видели, то вы уже более-менее начинаете соображать, понимать, почему это происходит. Но тем не менее, вот если вы вот в этот сезон собираетесь, ну будем говорить, защитить себя профилактически, вот рекомендуют витамин-ду там принимать и еще там какую-то ерунду там, что я бы вам посоветовал в качестве витамина. Это блюдо из проросшего зерна. Там все эти витамины, причем в самой активной форме, настоящие витамины, они быстро портящиеся вещества. Особенно если они активны. А если они не активны, да вы выпили эти поливитамины или еще там какие-то витамины, ну и что? Потом сходили в туалет смут эти, моча красилась вот в этот вот витаминный цвет и соответствующий запах витамина С. То есть это не активный этап, знаете, вот попытка выдать желаемое за действительность. Ну, толк очень маленький. По-настоящему вот эти вот рабочие витамины, они очень дорогие и, как правило, они и скоропортящие продукты. Если они не скоропортящиеся продукты, значит это не это. Так вот, что использовать в качестве вот этих всех витаминных добавок? Блюда на основе проросшего зерна. То, что есть в проросшем зерне, нету ни в одних мультивитаминах. Даже пусть они будут самые супер там современные. Ну, нету, понимаете, там нету жизненной силы, в первую очередь, которая имеется в проросшем зерне и которая добавляет свой потенциал в наш организм. Это важно. Итак, блюдо из проросшем зерна. Второе. Свежевыжатые соки. Кто нам мешает свежевыжатые соки пить? Тот же капустный сок с морковной. Тот же капустный сок с яблочным. Тот же капустный сок отдельно, если туда добавить, допустим, метка, по вкусу, и там размешать. Все нормально будет. Далее, для кровотворения, чтобы у вас гемоглобин был отлично, свекла, яблочно-свекольные соки. Да там их много. Я как раз вам выложил в своей библиотеке целую вот эту вот уже таблицу, который занимался сокотерапией. Занялся сокотерапией. Как только появились доступные оборудования по исследованию, знаете, вот там на молекулярном уровне и прочее, сразу же началось исследование этих соков. Пожалуйста, рецептуру этих соков не лечитесь, а просто-напросто укрепляйте свой организм. Меньше добавляйте в него слизи. Бойте слизи. Вот это именно слизь и служит рассадником, на которую цепляются вирусы и вся прочая-прочая инфекция. Проросшая пшеница, сокотерапия. Плюс, что еще можно добавить? Ну, есть там разного рода, знаете, растения-жизнедатели, допустим, как женьшень. Ну, я не знаю, где вы этот женьшень в таком объеме возьмете. Он очень дорогой, поэтому, исходя из того, что вы можете получить, я вам рекомендую то, что есть. Плюс, от инфекции можно использовать, смотрите, семя тмина я вам сказал, для того, чтобы у нас в желудочно-кишечном тракте был порядок. Поэтому и используем семена тмина. А для того, чтобы вот почистилась кровь от разного рода инфекции, вот используйте тадикамп, тадикларк и прочие-прочие вещи, настойки, там, американского ореха, грецкого ореха, на керосине. Вот как раз продают на очищенном керосине. Хотя обычный осветительный керосин работает прекрасно. То есть, тадик, который придумал вот этот весь керосин, тадикамп, он брал, естественно, что там он очищал? Он брал обычный осветительный керосин, туда только бацайте, зеленые грецкие орехи, настоял там, все, пошло. В грецких орехах восковой спелости, вот смотрите, состав грецких орехов молочной спелости, керосин очищенный, и все, больше ничего нету. Используется растирание, смазывание, прием внутрь, спринцевание, микроклизмы. Ищите в интернете, где-то, что это, один из ближайших магазинов, в котором все это имеется, чтоб не болел, обращайте, заказывайте, вышлют вам, если вы нуждаете. Я как-то перестал вот нуждаться в керосине, хотя нет, нет, то принимаю. А вот тминчики я принимаю всегда. И вот такие простые вещи, а именно, не создать в первую очередь благоприятную среду для того, чтобы в вашем организме было за что зацепиться вирусом, микробом, это иноэродной инфекцией, там, грибками и прочее, прочее. Все, не за что зацепиться. И поэтому вы не болеете, остальные все болеют. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.